Без комментариев, можно пройти? Не хотите общаться? Как получилось? Давайте пройти человеку. Пройти в зал заседания Эдуарду Кралину мешают не только журналисты, но и огромная сумка. В ней вещи на тот случай, если из Зеленославского районного суда придется проехать прямо в исправительную колонию. 33-летний житель Свердловской области ранее уже получил срок. В Пенском крае его судили за мошенничество. По той же статье Кралина взяли и во второй раз, теперь вместе с товарищами. Они заведомо приобретали на черном рынке документы на подставную фирму, находили груз для отправки, то есть они специализировались на медных катанках. По материалам следствия, организованная группа из Свердловской области занималась перевозкой цвет мета. Обвиняемые нанимали грузовик и должны были везти медь, иногда прямо с завода к ее покупателю. Однако до пункта назначения груз не доходил. По версии следствия, члены ОПГ намеренно отправляли груженую фуру по совсем другому адресу. Они сообщали водителю неправильный склад, они тем самым перегружали в другой грузовой автомобиль. И после этого груз уходил на последующую реализацию. Как полагают следователи, на уведенный груз оформлялись липовые документы. Всего в уголовном деле 7 эпизодов. Ущерб от деятельности Свердловских перевозчиков около 30 миллионов рублей. В материалах фигурируют сразу несколько регионов страны, в числе обманутых и два предприятия из нашей области. Эдуарду Кралину отводилась роль далеко не организатора. Мужчина во всем сознался. Дело рассматривается в особом порядке. Несмотря на признание вины, Эдуарду Кралину грозит немало. За мошенничество в особо крупном размере в колонии можно провести 10 лет. Плюсом к этому большой штраф. И скорее всего для жителей Свердловской области наказание в этот раз уже будет реальным. Георгий Коучин, Олег Клушников. Оперативное обещание.